приветствую вас любви и свете единого творца с вами игорь ткаченко я читаю книгу алана чумака напоминаю также что я провожу эксперимент я расширяю свое поле до всех тех кто мне сейчас слушает даже в записи и значит предлагаю вам это из это поле использовать для своего оздоровления так мы остановились на символах мы живем в мире символов что такое символ это условно знак какого-то явления понятия идеи все вокруг нас любой предмет любое живое существо да и мы сами условные знаки которые выражать некую идею творца простой консервный нож и швейная игла например символы элементарной идеи преобразования энергии концентрации силы человеческой руки в одной точке одна идея выражена в двух различных конкретных формах каждая из них соответствует определенной сфере применения силы мы имеем два символа идеи двое условных но очень реальных знака символы оказывают нам огромное подспорье в овладении знаниями с их помощью проще понять сложную идею делать математические выкладки тянуть логические цепочки в доказательствах выводить неочевидные умозаключения в общем символы везде и без них никуда в тонком мире своя символика в нем каждому виду энергии соответствует определенный условный знак для человека полноценно воспринимающая воспринимающего над физическую реальность это знак настолько же материален как консервный нож в реальности физической и без знания символов на тонком плане не обойтись поэтому учитель не жалел ни времени не сил для того чтобы я освоил символику энергетических потоков в полной мере во время обучения мне давались символа различных энергий каждый из которых отличалась определенным качеством воздействия на человеческий организм так существует энергия массажа вот ее символ от себя добавлю что я обучался в безсимвольной технике кундалини рейки и мы слышали знаем что есть и символьная техника вот примерно об этом и говорит алла но утверждает стопроцентно да не обойтись без этого невозможно я же утверждаю что это возможно пусть будет символы кто так привык но можно и без этого обойтись когда он работает в человеке массаж происходит можно сказать на клеточном уровне все тело или отдельный орган или отдельный участок органа ткани охватывается глубинными вибрациями такой массаж производится скрупулезно и безошибочно причем так как нужно именно данному человеку со всеми его заболеваниями с учетом его сиюминутного настроения и самочувствия о сравнении эффекта такого воздействия с результатами работы самого самого искусственного массажиста даже говорить не приходится подобный энергетический массаж тончайший и точнейший инструмент оздоровления эффективнейшие средства оживления деятельности клеток тканей органов человеческого тела знание обращения символов энергии дает человеку возможность овладеть искусством ее использования и чуть ниже я обязательно дам вам дорогие читатели технику работы с базовыми символами освоив ее и научившись использовать определенные условные знаки целительских целительных энергий в различных ситуациях вы сможете постоянно дороги на работе дома контролировать улучшать свое самочувствие приводить в порядок энергетический баланс своего организма защищаться от нежелательных информационных воздействий сначала нам надо вам надо узнать о символ то что он них во время обучения что узнал о них во время обучения учитель рассказывал мне об определенной энергии и давал мысленный образ у меня в голове возник возник возникал объемная цветная картинка символ энергии а потом мне предлагалось попробовать как это работает и происходила удивительная вещь я как бы включался в символ сливался с ним и начинал испытывать те вибрации условным выражением которых он являлся и тогда я осознавал символ живая сила он разумен в нем заложена определенно идея сила которая активно взаимодействует с тобой и оказывает именно такое воздействие в рамках функционального назначения представляемой им энергии которые тебе необходимо я условно называю такие символы самопрограммируемыми но можно это сказать алгоритмами алгоритмические они все делают в тебе сами в соответствии собственной программе но есть символы и программируемые работая в соответствии с заложенными в них идеями силами алгоритме значит они слушают тебя и отвечают на запрос например взаимодействия с программируемым символом массажа я мог направить его энергию на определенный внутренний орган в конечность а если не давал никакого заказа не программировал его то он производил полный профилактический массаж тела позже я понял символ не взаимодействует со мной не отвечает мне он есть я момент моего включения в него в него мы становимся едины я сам становлюсь условным знаком энергии я прорабатывал взаимодействие со многими и многими символами и в процессе этой работы стал замечать состояние в которые я входил при слиянии с ними впечатывается в меня и мне подвластны после изучения определенного символа я мог сам без помощи учителя и без мысленного представления знака и взаимодействия с ним воспроизвести в себе те вибрации выражением которых этот знак являлся я становился живым набором эффективных инструментов исцеления теперь мне предстояло научиться их использовать впрочем о том чему я в конце концов пришел речь пойдет в главе единство творчество любовь а сейчас перейдем к практике использования символов на благо своего здоровья и прежде всего своим технику обращения с ними а потом поговорим о каждом из них отдельно ну вот он принципе тут тоже и говорит что что после когда он стал уже мастером он же ему эти символы были не нужны а мне такой образ пришел что он как изучал азбуку энергетическую это символ это а это все в б и чтобы взаимодействовать с человеком с больным значит надо было вот эти буквы которые буквы символы но буквы тоже символы правильно значит вспоминать и тогда энергия которая отвечала этому символу этой букве да она начинала работать правильно потом у него эта потребность отпала я как-то видимо без азбуки шагнул туда и мне вот эти силы были не нужны но тем не менее это любопытно и для начинающих это конечно очень полезная информация то есть я не критикую не принижая просто параллельно о себе рассказывать целительный практикум 3 исцеление и защита упражнение состоит из нескольких этапов первое из набора символов представленных ниже выберите тот программа энергия которого устранит причину расстройства вашего здоровья поразмышляйте над функциональными возможностями энергии символа подумайте какую пользу он принесет вашему организму визуализируйте его второе теперь представьте что верхней части вашей головы открылся энергетический шлюз через него сверху в голову входит светлый поток энергии энергетический столб этот поток пронизывает вас сверху донизу энергия растекается по всему телу открывает в нем все энергетические каналы промывает прочищает все органы сосуды каждую клетку и выходит через руки ноги через каждую пору кожи возможно вы почувствуете что руки и ноги отяжелели потеплели ощутите покалывание в пальцах ладонях стопах вы получаете а раз оздоровляющий светлый энергетический душ третье снова мысленно воспроизведите выбранные для исцеления символ и поместите его над головой в центре нисходящего потока представьте что он увлекается течением энергии вниз входит ваше тело и растворяется в потоке символ слился с вами вы стали с ним едины знаете 5 знаете символ преобразует нисходящий поток энергии соответствии со своей идеей силой теперь протекающая сквозь ваше тело энергия не только промывает и подкачивает вас но и лечит если вы используете шестое если вы используете программируемый символ и хотите дать ему определенную задачу или направить его энергию в какую-то часть тела или орган мысленно представьте предстоящую работу и проговорите задание мне надо ли тут пояснять я думаю все понятно седьмое расслабившись спокойно прислушивайтесь к своим ощущениям созданное представление держать в голове не обязательно просто знайте что у вас идет целительная работа и слушайте себя во время выполнения упражнения а время выполнения упражнения 15-20 минут это не значит что как только вы займетесь своими делами символ перестанет лечить исцеляет не упражнения а запущенных процессе в результате его выполнения реальный целительский целительный процесс естественно со временем он затухает поэтому при необходимости если требуется длительное взаимодействие символом периодически раз в полчаса час мысленно воспроизводите его на это уходит всего несколько секунд когда вы освоите упражнения и будете довольно быстро создавать яркое мысленное представление описанного процесса вы сможете использовать технику на ходу на работе в транспорте в экстремальной ситуации такое умение может потребоваться для использования символов защиты снятия стресса и шока регулирования внешних ситуациях с из ситуации о них вы узнаете ниже только будьте осторожны отвлекаясь нас сосредоточение там где необходимо ваше внимание будьте осторожны отвлекаясь там где ваша необходима ваше внимание за рулем при переходе дороги там где вы можете споткнуться где вас могут толкнуть и так далее то есть оглядывайтесь и контролируйте себя где вы в этот момент в этих случаях лучше остановиться отойти в сторону удостовериться в том что вам ничто не угрожает и быстро провести работу с символом при борьбе с каким-либо заболеванием не замещайте традиционные принятые вами назначенные врачом методы лечения и профиль профилактические мероприятия символьным лечением а совмещайте то и другое комплексный подход к лечению всегда эффективнее одностороннего о согласен и об этом тоже говорил при лечении хронических заболеваний выполняйте это упражнение ежедневно утром и вечером и вы очень скоро поймете что такая целительная сила символьной энергии а что такое вы уверенно пойдете на поправку вы должны знать что символ никогда не принесет вам никакого вреда его воздействие разумно он борется только с нарушениями вашего здоровья если их нет или вы ошиблись выборе символа он приведет только профилактическую работу по гармонизации работы органа или тела упражнению исцеление и защита нет противопоказаний но что я хочу сказать вчера не знаю в первом сеансе точнее первой части части этого этой книги значит если кто заметил я делал паузы значит дня начиная с насморк и я лег с тем что меня насморк так начал увеличиваться я запустил потоки энергии но без без символов ну что меня такой практике с целью начать себя оздоровить в итоге утром я себя чувствовал достаточно нормально вот сейчас опять некая не то что ухудшение видите чуть подкашливает чуть-чуть гунду сюда нос опять заложен соответственно сейчас без символа запущу в себя поток энергии и значит посмотрим что будет в конце этого сеанса раз разблокируется ли мой нос который сейчас немного забит вот и вторая мысль который мне возникла может быть вчера когда я раскрыл поле значит было в этом поле может быть больные люди но заболевшие простудой и это перемешалось и повлияло мне потому что я не помню или не знаю причин почему я должен был простыть одеваюсь нормально тепло но не помню что я мог что-то подхватить как вариант вот при расширении видимо в этой технике мне нужно думать и о собственной технике безопасности и делать то что делал видимо alan с собой после а это не делал но если вот перед сном а теперь мы рассмотрим набор основных базовых символов исцеления в описании каждого из них я расскажу о принципе его работы из этого станет ясно в каких случаях или при наступлении каких недомоганий его можно применять я не буду утомлять вас перечислением болезни при лечении которых можно использовать тот или иной условный знак энергии как правило их очень и очень много да и вот еще последняя мысль и раз раз я не совсем не стопроцентно здоров да то я наверное сейчас поле выключу чтобы не было такого что от меня кто-то мог заразиться так что теперь я один можете с салоном соединиться с его фотографии а я пока запущу процессы мое оздоровление надо заметить что в некоторых случаях имеет значение цвет символа и тогда я буду его указывать если о цвете ничего не сказано он не важно также в описании всегда будет отмечена программируемый символ или нет изучив символ по его рисунку во время выполнения упражнений исцеления и защиты вы можете мысленно воспроизводить его двумерным то есть так как он нарисован но можете придать его линиям некоторую объемность по вашему вкусу здесь главное сохранение формы символа и также цвета если он имеет значение именно она определяет его знаковое содержание и соответствие определенной энергии заметьте что мы с вами уже познакомились символом энергии массажа как вы поняли он программируемый ему можно заказать массаж любого внутреннего органа части тела добавлю что его цвет розово-бежевый вот он вот этот розово-бежевый можно его там крутить вертеть делать а более объемным но вот он должен иметь такую форму про тут мне написано не написано какой градус вот это изгибание на вещь может быть и но я думаю тут не не в не форме все-таки смысл а в том что человек глядя на эту форму на ту или иную форму концентрируется на алгоритме который должен принадлежать этой энергии то есть мне нужен логаритм допустим очищение моего носа насморка я какой символ я думаю ну он может помочь вот там сейчас поток энергии очистит мой нос на пока что он наполовину забит вот какой цвет но это просто для для помощи но тем меньше там дальше символ энергетический вакуум да и конечно когда я читаю и одновременно пытаюсь себя полечить это тоже не неправильно сосредоточиться поэтому она будет ли эффект но посмотрим символ энергетический вакуум какая тут поплавин цветочка это это экран от всех внешних негативных энергий он создает защиту из многих мягких слоев они окутывают вас и в них нейтрализуются любые злые потоки приходящие извне создает прекрасную защиту от сглаза порчи наговору утром собираясь на работу перед тем как выйти из дома вы можете проделать упражнение исцеление защита представляя этот символ он будет защищать вас в течение всего дня только периодически обновляйте процесс вспоминая о том что символ вас работы в программировании нет надобности напоминалка такой символ значит защита а просто защита но это нет фокусирование на внимание на а вот знак купа уже так вот такой знак я в защите дальше символ промывка очистка снятия жара и анестезия используя этот символ вы промываете чистить организм при воспалительных процессах он снимает жар но не за счет простого снижения температуры тела пораженного участка или органа а за счет оздоравливающего воздействия на них энергии знаком который который он является при этом уходят боли ломота вызванные воспалением программируемый вы можете задать ему программу лечения определенного органа воспаленные раны цвет зелено-голубоватый прохладный на ишнус похожий символ кровоток и лимфатическая система знак энергии усиление кровотока прокачки кругов кровообращения энергетической балансировки лимфосистемы устраняет все сосудистые нарушения препятствует нормальному крово и лимфообращению нормализует давление дает чувство облик облегчение свежести повышает работоспособность способствует нормализации обменных процессов его можно использовать как профилактическое средство программируемый например при отеке ног вызванных заболеваниями лимфатической системы ему ему можно задать целевую программу оттока лимфатической жидкости из ног цвет красно-коричневый но осветленный легкие прочистка каналов этим символом прочищаются все каналы сосуды и желчные протоки мочеточники и другое и другие в организме он как бы проходит по ним под большим давлением без пульсаций и обеспечивает их очистку периодически запуская его во время выполнения упражнения исцеление защиты вы постепенно очистите печень почки сосуды программируемый цвет голубой густой вязки символ пробка этот символ не прочищает а наоборот закупоривает каналы при перекрывая пути кровотока лимфатические протоки действуют как пробка программируемый я советую использовать его в одном случае когда надо остановить внутреннее или внешнее кровотечение при этом его следует запрограммировать на свертывание крови чтобы остановить кровь в ране наряду с обычными кровоостанавливающими мероприятиями и дезинфекции и обработкой применить этот символ при этом требуется несколько изменить технику исцеления защита вы должны представить поток энергии входящий в рану и в нем растворить символ программ запрограммированный на свертывание крови он остановит кровь рано быстро заживет напомню что никакой символ никогда не может причинить вред человеку и пробка даже если вы применили неправильно не закупорит вас того чего не надо цвет за штрихованный круг красный область между двумя лучами зеленая а вот этот черный круг кружочек это красный лучи наверно тоже красные а между лучами зеленая символ колпак еще один защитный экран если вашей работе занятием мешает присутствие и разговоры других людей звук телевизора шум за окном и другое и вы хотите отключиться от любых внешних воздействий используйте этот символ он трехмерный и представляет собой полукруглый колпак или каску техниковое использование отличается техники исцеления защиты и очень просто мысленно воспроизведите этот символ и наденьте его на голову колпак идеальная защита от бросовой информации он отсекает экранирует все лишние ненужные вам внешние воздействия в программировании нет надобности цвет цвет прозрачность символа не имеет значения не очень понятно только на гол на голове оставлять или пускать его до до земли я думаю что раз не написано можно и я бы сделал если уж колпак так уж не только на голове то я бы опустила до земли и так закрылся бы от всяких ненужных воздействий символ ветерок условный знак очень легкой энергии осуществляет как бы воздушную вентиляцию любой полости и и подсушивание легкое под проглаживание идеально для подсушивания внутренних язв ран снаружи неэффективен самопрограммируемый то есть внутрь запускать ковш эскаватор этот этот символ выскребает вычищает любые внутренние полости освобождает их от шлаков патогенной слизи перепадов продуктов распада все что наскреб вбирает в себя даже твердые частицы выводят из организма при этом ткань полости не затрагивается травировать нанести рано он не может программируемые его можно направить любой внутренний орган например в толстый кишечник ковш экскаватор осуществит его очистку чуть на паузе почистил свой нос энергетически и стало легче ну то есть два дела одновременно делать не очень как сказать эффективно дальше символ согревающий название символ говорит само за себя он вас согреет если вы замерзли или вас набит его употребление переведет произведет на вас такой же эффект что и питье горячего чая причем мощность его воздействия вы зададите сами вы решаете какой чай вам пить теплый или обжигающий горячий самопрограммируемый цвет красный ну давайте чеку что выпьем символ тепло прохлада значит этот символ может дать вам и тепло и холод правда тепло умеренное а холод не сильный скорее освежающую прохладу в этом диапазоне температур воздействие символа регулируйте сами самопрограммируемый цвет серебристо-серый стальной то есть говоришь тепло и он делает тепло а если холод ну некую такую прохладу символ отсос энергии осуществляет отсос отсос лишней энергии если вы перевозбуждены вас захватили сильные эмоции и вы чувствуете что надо успокоиться используйте этот символ самопрограммируемый ну с кем то есть поругались там что-то как раз отсос энергии я думаю не очень правильно сму с моей точки зрения ну если ладно так учитель сказал то наверное правильно и сос не вообще энергии а отсос негативной энергии вот этих нервов ну как-то я думаю так успокоиться если ну просто энергия отсос но можно отсосать да и как бы и лежать в бессилии отсос негативной энергии этому так правильно символ снятия сильного стресса и шока используется при внезапном потрясении тогда когда вы переживаете сильное нервное напряжение или у вас случился нервный спазм снимает стресс восстанавливает нейронные связи функционирование нервных окончаний существует один запрет на его использование символ нельзя применять если вы находитесь состоянии алкогольного опьянения самопрограммируемый когда человек пьяный я думаю он все запреты забывает символ покой если вы сильно устали хотите успокоиться и отдохнуть снять нервное напряжение используйте этот символ упражнение исцеления защита с применением этого символа прекрасно восстановит ваши силы приведет в равновесие подарит душевный покой этот символ трехмерный представьте представлять его в виде легкой прозрачной дымки самопрограммируемый цвет зеленовато-голубой облачко такое символ регулировка внешних ситуаций символ воздействует не только на вас но и на ситуацию в которой вы находитесь если вы вступили с кем-то в конфликт началась ссора скандал или вы чувствуете что ваше положение становится угрожающе неясным невидимые тучи сгущаются выполнить упражнение исцеление защиты защита с применением этого символа быстро на ходу символ настраивают вас и ваше окружение на разрешение конфликта также он регулирует саму ситуацию поэтому его полезно применять перед ответственной встречи мероприятием вашим публичным выступлением этот символ сама программируемый но и так вот как в религии нужно человеку какая-то помощь извне там господи помоги там или матрона помоги или христос помоги на этот вот такая же примера психологическая поддержка но с концентрацией и понимание что есть энергия кроме этого сил весь энергия верующие же обращаются к иконам не понимая что есть энергия ну наверное не понимаю большинстве случаев просто нужно кто-то там что-то поможет им и так вы познакомились с довольно широким набором условных знаков энергии он содержит символы как говорится на все случаи жизни хорошенько изучите их функциональные возможности и освоите технику исцеления защита вас в руках прекрасное средство самоисцеление и улучшение вашего самочувствия а теперь я бы хотел поговорить сами об одном важном деле когда вы знакомились с символами энергии наверняка успели уже попробовать выполнить упражнения целительного практикам практику матри я угадал и скорее всего это у вас не очень хорошо получилось техника исцеления защита требует создания довольно сложных динамических мысленных представлений фиксации на них вашего внимания это и другое или только управление вниманием необходимо и при выполнении всех остальных техник целительного практику но создание мыслеобразов и сосредоточение на выбранном объекте нелегкое дело для начинающего его внимание на первых порах неизбежно рассеивается мысли блуждают хочу дать вам совет не пытайтесь бороться с мыслями активно отделаться от них пусть они приходят и уходят вы же просто наблюдайте за ними а когда они немного успокоится начинайте заниматься своим делом выполняйте технику если вы отвлеклись мягко спокойно бесстрастно вернитесь к объекту сосредоточения и продолжайте выполнять упражнения вот тоже он говорит что надо все-таки концентрация здесь требуется ваша настойчивость и терпения может быть исполнение техник практикума не дастся вам сразу возможно для того чтобы дисциплинировать свой ум и научиться создавать устойчивое мысленное представление вам понадобится немало времени несколько дней а кому-то и несколько недель но не прекращайте упражняться занимайтесь периодически и терпеливо и вы достиг добьетесь успеха забота о здоровье требует усилий и усилия направлены на освоение упражнений практикума окупится сторицей во-первых вам более отчетливо во-первых чем более отчетливо вы их выполняете тем выше их целебная эффективность а во вторых любые медитативные упражнения независимо от своего лечебного назначения учат вас расслабляться снимать чрезмерное нервно-мышечное напряжение укрепляет нервную систему нормализует давление они гармонизируют работу левого и правого полушарий мозга а это повышает ваш творческий потенциал психологическую гибкость коммуникабельность готовность реагировать адекватно сложившийся ситуации медитация самым благотворным образом скажется на вашем физическом и психическом здоровье в общем дорогие мои читатели ваше здоровье и ваш в ваших руках только проявите немного терпения и настойчивости мне пришла мысль что может быть эту часть на этом и закончить потому что тут именно практика и если кто-то будет обращаться повторно чтобы они не блуждали по большому видео давайте я на этом из этих соображений на этом и закончу следующая часть нас будет про энергию и на этом я покидаю вас любви и свете единого творца пока а